Всем привет! Меня зовут Сергей, это Русское Радио Шоу. Сегодня у нас выпуск номер 76. Этот выпуск для студентов, чей уровень А1. И сегодня мы будем слушать текст «Моя квартира». Также я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать на эти вопросы. Слушайте этот подкаст каждый день в течение недели или двух недель. Громко отвечайте на мои вопросы. И тогда обязательно будет результат, будет прогресс. А еще вы можете купить всего за 3 доллара США PDF-файл с полной транскрипцией этого эпизода. Скачать файл можно на моем сайте russianradioshow.com.pdf Если вы являетесь спонсором моего подкаста на Spotify, Apple Podcast или отправляете донаты через PayPal, просто напишите мне письмо по электронной почте. Укажите номер эпизода и вы можете получить PDF бесплатно. Вы готовы? Мы начинаем! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио шоу. Привет! Меня зовут Даниэль. Это моя квартира. Добро пожаловать! Моя квартира не очень большая, но очень уютная. В квартире есть прихожая, гостиная, спальня, кухня и ванная. В прихожей стоит шкаф, а на стене висит большое зеркало. В шкафу висит моя одежда и стоит обувь. А это кухня. Здесь я готовлю еду и ем. Я обожаю готовить! На кухне есть плита, духовка, раковина, холодильник, большой стол и стулья. В углу стоит стеклянный шкаф. Здесь есть посуда и приборы. Тарелки, чашки, стаканы, бокалы, вилки, ложки и ножи. А на полу стоит тарелка кота. Да, я живу не один, а с котом. Вот моя спальня. Конечно, здесь есть большая кровать и большой шкаф. В шкафу лежат мои джинсы, рубашки, галстуки и другая одежда. На стене в спальне висят красивые картины, а в углу стоит большая ваза. Идем дальше. Это гостиная. Если честно, это моя любимая комната. Здесь стоит диван, большой телевизор, небольшой письменный стол, а на полу лежит желтый ковер. В гостиной я лежу на диване, смотрю Нетфликс, изучаю русский язык и играю с котом. А это ванная. Здесь есть ванна, раковина, унитаз, зеркало и маленький шкаф. В шкафу лежат полотенца, а на стене висит мой халат. А сейчас рубрика «Вопросы и ответы». Я читаю предложение и потом задаю вопрос или вопросы, а вы должны отвечать на эти вопросы. Друзья, очень важно, вы должны отвечать громко и четко. Вопросы я буду задавать в третьем лице. Договорились? Поехали! Привет! Меня зовут Даниэль. Это моя квартира. Добро пожаловать! Как зовут героя нашей истории? Его зовут Даниэль. Это квартира Даниэля? Да, это его квартира. Это его квартира. Моя квартира не очень большая, но очень уютная. Какая у него квартира? У него не очень большая, но очень уютная квартира. У него большая или маленькая квартира? У него не очень большая квартира. У него уютная квартира? Да, у него очень уютная квартира. В квартире есть прихожая, гостиная, спальня, кухня и ванная. Какие комнаты есть в квартире? В квартире есть прихожая, гостиная, спальня, кухня и ванная. В квартире есть детская. Там есть детская комната? Нет, в квартире Даниэля ее нет. В квартире есть балкон? Нет, его тоже нет в квартире Даниэля. Там нет балкона. В прихожей стоит шкаф, а на стене висит большое зеркало. Что стоит в прихожей? В прихожей стоит шкаф. Где стоит шкаф? В ванной, в спальне, в гостиной, на кухне? Нет, шкаф стоит в прихожей. Что висит на стене в прихожей? На стене в прихожей висит большое зеркало. Где оно висит? На потолке? Конечно, нет. Зеркало висит не на потолке, а на стене. В шкафу висит моя одежда и стоит обувь. Где висит одежда и стоит обувь Даниэля? В шкафу. Кстати, надеюсь, вы помните, что есть несколько слов, у которых в предложном падеже окончание у. Аэропорт в аэропорту, сад в саду, лес в лесу, угол в углу, шкаф в шкафу, пол на полу и так далее. Что висит в шкафу? В шкафу висит одежда Даниэля. Что стоит в шкафу? В шкафу стоит обувь Даниэля. Чья одежда висит в шкафу? Чья обувь стоит в шкафу? Конечно, Даниэля. В шкафу висит его одежда и стоит его обувь. А это кухня. Здесь я готовлю еду и ем. Я обожаю готовить. Какая это комната? Это кухня. Что здесь делает Даниэль? Здесь он готовит еду и ест. Даниэль обожает готовить или ненавидит готовить? Что ж, Даниэль говорит, что он обожает готовить. Надеюсь, что он говорит правду. На кухне есть плита, духовка, раковина, холодильник, большой стол и стулья. Что есть на кухне? Что есть в кухне? Обратите внимание, что мы со словом кухня можем употреблять оба предлога в и на. Можно говорить в кухне, можно говорить на кухне, но я обычно говорю на кухне. Итак, что есть на кухне? На кухне есть плита, духовка, раковина, холодильник, большой стол и стулья. На кухне есть унитаз? Конечно, нет. Унитаз на кухне – это очень странно. На кухне есть плита? Да, на кухне есть плита. Мы знаем, что Даниэль обожает готовить. Я думаю, на плите он готовит вкусные блюда. Например, на плите он жарит мясо, варит рис, тушит овощи. В углу стоит стеклянный шкаф. Здесь есть посуда и приборы. Тарелки, чашки, стаканы, бокалы, вилки, ложки и ножи. Что стоит в углу? В углу стоит стеклянный шкаф. Где стоит стеклянный шкаф? Он стоит в углу. Какой шкаф стоит в углу? В углу стоит стеклянный шкаф. Что есть в шкафу? Здесь есть посуда и приборы. Какая посуда есть в шкафу? В шкафу есть тарелки, чашки, стаканы и бокалы. Какие приборы есть в шкафу? В шкафу есть вилки, ложки и ножи. Эти вопросы могут показаться вам странными, но поверьте, что это очень хорошая практика и очень хороший метод запоминания вопросов на русском языке. Потому что часто студенты начального уровня умеют отвечать на вопросы, но не умеют их задавать, не умеют спрашивать. Итак, идем дальше. А на полу стоит тарелка кота. Да, я живу не один, а с котом. Где стоит тарелка кота? Она стоит на полу. Чья тарелка стоит на полу? На полу стоит тарелка кота. Даниэль живет один? Нет, мы знаем, что он живет не один. С кем он живет? Он живет с котом. Вот моя спальня. Конечно, здесь есть большая кровать и большой шкаф. Что есть в спальне? в спальне? В спальне есть большая кровать и большой шкаф. Какая кровать есть в спальне? Какая кровать стоит в спальне? в спальне? стоит большая кровать. Какой шкаф есть в спальне? Какой шкаф стоит в спальне? в спальне? стоит большой шкаф. В шкафу лежат мои джинсы, рубашки, галстуки и другая одежда. Что лежит в шкафу? Обратите внимание, в вопросе мы употребляем глагол «лежит» единственное число, а не «лежат» множественное число. Мы не знаем количество. Итак, что лежит в шкафу? В шкафу лежат множественное число мои джинсы, рубашки, галстуки и другая одежда. На стене в спальне висят красивые картины, а в углу стоит большая ваза. Какие картины висят на стене в спальне? На стене в спальне висят красивые картины. Какая ваза стоит в углу? В углу стоит большая ваза. Где висят красивые картины? На потолке? Нет, они висят на стене. Где стоит большая ваза? В шкафу? Нет, она стоит в углу. Идем дальше. Это гостиная. Если честно, это моя любимая комната. Здесь стоит диван, большой телевизор, небольшой письменный стол, а на полу лежит желтый ковер. Итак, мой вопрос. Что есть в гостиной? В гостиной есть диван, большой телевизор, небольшой письменный стол и желтый ковер. Какой телевизор стоит в гостиной? В гостиной стоит большой телевизор. Какой стол стоит в гостиной? В гостиной стоит небольшой письменный стол. Какой ковер лежит в гостиной? Какого цвета ковер лежит в гостиной? В гостиной лежит желтый ковер. Желтый ковер лежит на столе, на шкафу или на полу? Он лежит, конечно, на полу. В гостиной я лежу на диване, смотрю Netflix, изучаю русский язык и играю с котом. На чем лежит Даниэль? Он лежит на диване. Где стоит диван? Диван стоит в гостиной. Что Даниэль смотрит в гостиной? Он смотрит Netflix. Что он изучает в гостиной? Он изучает русский язык. С кем он играет? Он играет с котом. А это ванная. Здесь есть ванна, раковина, унитаз, зеркало и маленький шкаф. В шкафу лежат полотенца. А на стене висит мой халат. Что есть в ванной? В ванной есть ванна. Обратите внимание, комната ванная, а резервуар для купания ванна. Итак, в ванной есть ванна, раковина, унитаз, зеркало и маленький шкаф. Что лежит в шкафу? В шкафу лежат полотенца. Лежат полотенца. Что висит на стене? На стене висит халат. На стене висит халат Даниэля. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Это был подкаст номер 76. Слушайте его каждый день в течение недели или двух недель. Громко отвечайте на мои вопросы. И обязательно скачайте на моем сайте russianradioshow.com pdf-файл с транскрипцией. Я желаю вам хорошего настроения и самое главное изучайте русский язык с удовольствием. Пока!